Ветер, ветер, а я специально выехала на ветерок. Зачем? Я попытаюсь сделать испытание вот этого девайса. Что это такое? Сейчас остановлюсь, чтобы где-то в удобном местечке не покажу. Попробуем открыть. Посмотрим, что к чему. С дохлыми кошками испытание потом. Дохлые кошки это такие пушистенькие, пушистики такие, когда надеваются противоветровые защиты. Ну ладно, приступим к испытаниям. Вот эта штучка. Сейчас тут рыба сплеснула. Интересно ее слышно было или нет? Или это все глушит, этот микрофон, все посторонние звуки. Здесь ветер, птички и иногда всплескивает рыбка. Вот здесь, 30 километров от Мадрида, на водохранилище, на моем шоссе. Деньки выехала покататься, потому что сегодня у меня чуть-чуть более свободный день. И мне не надо ограничиваться временем, время тренировки сильно ограничивать. То есть могу позволить себе посидеть на берегу водохранилища. Сегодня я не так занята. Хотя да, надо еще там, в общем, некоторую работу сделать будет. Ну, это все на компьютере, так что это все дома. Не могу никуда не ехать, не идти. Вот. Значит, это девайс, это микрофон, который я купила на Алиэкспресс. Алиэкспресс стоил мне 25 евро обошелся. И приблизительно 25, чуть меньше там была скидка у меня моя личная. Ну, то неважно. Плюс-минус это 20-25 евро такой микрофон. Ну, и мне будет интересно, как это будет работать. Насколько это улучшит видео, или оно того не стоит. Потому что тут как бы... Так. Ну, вот. Так. И заодно поговорим о будущем канала русскоязычного. Потому что я говорила, что хочу я еще открыть испаноязычный канал. Потому что сейчас у меня смешано видео по разным темам на русскоговорящем, на моем обстановленном канале. И что будет дальше с русскоязычным каналом. Ну, изначально это естественно не коммерческая, никакая... Никакой коммерческий стартап. Это просто канал для... Ну, для того, чтобы хранить мои там какие-то видео, мои путешествия, мои... Для... Можно сказать, не то чтобы для личного пользования. Он открыт, конечно. Ну, там ничего особенного такого нету, чтобы скрывать. Потому что, ну, в общем, мои интересы это астрономия, велосипеды, лошади, здоровый образ жизни, путешествия, учеба, работа какая-то. Ну, в общем, канал обо всем. И темы такой четко выделенной у меня нет. И на русскоязычном канале, вероятнее всего, ее не будет. Просто потому что не хочу я выделять одну тему. Канал некоммерческий. Прибыли он не будет приносить. Тем более, что, скажем так, просмотры все, которые идут, если это русскоязычный канал, то подразумевается, что некоторое количество просмотров идет с Российской Федерации. Понятно, что эти просмотры никак, никогда уже, наверное, уже никогда не будут монетизироваться. Ну, в ближайшем, обозримом, там, будущем лет 10, скажем так. Так что точно это и не было для денег. А теперь русскоязычные каналы нет смысла для денег делать. Монетизируется только, если идет с других стран. Я посмотрела по тому, где смотрят мой канал. Ну, и выяснилось, что много у меня просмотров Прибалтика, Казахстан, Украина, Беларусь. И, ну, вот, бывшие республики СНГ и, ну, и, наверное, те, кто выехал, эмигрировал из бывших стран. Все, что неконструктивно или хейт какой-то, я его просто игнорю или просто баню. Это не тяжело. И так уж у меня много комментариев, забанить не тяжело. Ну, и все комментарии сейчас в связи с ситуацией я ставлю на проверку. Я не думаю, что на этом канале, на моем, есть кто-то, кто там особо много хейта, так сказать, производит. Но почему-то на русскоязычных каналах намного больше хейта, чем на англоязычных или на испаноязычных. Такая ситуация, я думаю, понятна. Понятно, что из-за войны. И понятно, что в этой ситуации, естественно, я на стороне Украины. Вот. Ну, я не буду вдаваться в политические, во всякие рассуждения, в анализ ситуации. Для этого есть социальные каналы. Там и я смотрю, и там, кому нужно, кто посмотрит, что ему надо. Вот у меня на это свой, так сказать, субъективное свое мнение и мой личный интерес. О будущем канала вот так вот. Сколько у меня будет подписчиков на русскоязычном канале, мне не важно вообще. Кому интересно, смотрите, так сказать, там, может, подскажете, что, может, я там что знаю, могу подсказать. Но, как бы, не это моя основная цель. Лучше, сколько друзей есть, сколько, так сказать, лучше, а меньше, да лучше. И просмотров тоже самое. Видео по астрономии у меня там есть. Свежеснятый Марс. Свежеснятый. Надо процессить просто некогда сейчас из-за моих классов. Надо обработать фото и видео, сделать и выложить на канал, потому что наблюдение было интересное. Марс приближается и прямо. У нас долгое время не было хорошей погоды, плюс я еще ездила в Болгарию по делам. Но снять удалось. Вот, один раз. И причем в окно такое интересное. Как раз я попала в окно буквально два часа и успела его снять. Да, еще будет видео по машинам, по автокараванам. Там у меня на автомате стоят. Сейчас должны быть какие-то на канале открываться видео. Вот. Есть у меня в планах купить автокараван. Вернее, все, он уже заказан. Даже не автокараван. Нет, автокараван это громко сказано. Милым небольшой такой, как бы, даже фургон, фургончик такой небольшой. И чуть-чуть его компьютеризировать, чтобы выезжать на наблюдение, потому что хочу сейчас немножечко выезжать иногда под очень темное небо, чтобы наблюдать объекты глубокого космоса. Ну вот, вот так вот испытали. Так, а что, встанем? Вот сейчас ветер задул, задул. Поехали. Поехали. Опа. Где мой конь? Беру одной рукой коня. Одной рукой. Оба-на. Коня взяла одной рукой. Как ветерок. Слышно? Сейчас тут хороший ветерок. Как справляется микрофон без кошки? Вот. Без дополнительной защиты антиветровой. Как он справляется? Микрофон телефона не справлялся, честно скажу. Так. И вот. Ну вот где-то так. Ну-ка переведи. Будет ли меняться звук? Я думаю, что не будет меняться. Ну ладно. В общем, приблизительно сказала, что хотела. Кратко. Все. Пока. До встречи.